всем привет всем доброе утро почти уже не утро у нас обед и сейчас мы беремся за ремонт на кухне начнем сдирать обои старые так как вместо них пройдет у нас декоративная штукатурка сдираем обои мы таким способом что заранее намачиваем водой то есть опрыскиваем водой и необычной водой а смешанной со средством для мытья посуды такая вода не быстро испаряется с поверхности обоев дольше там остается и обои успевают как бы размочиться тем самым они легче отходят от стены приступаем за дело всем привет мои дорогие сегодня проснулся глазки открыла и сама себя ругаю эх ты говорю где твоя совесть гузель стыдова тебе скажите почему а потому уже две почти две недели стоит тренажер дома и я мимо его мимо его обхожу этого тренажера а за то что мечтала вот тренажер буду заниматься не тот то было вот хочу сегодня заняться испытать этот агрегат тренажер кому интересно оставайтесь со мной будем испытывать вместе теперь залезть бы на этот агрегат тренажер так сначала правой ножкой поп на светло потом левой ножкой у меня в минусе было велосипед настоящий советский так уселись удобно так режим здесь время скорость калории так пульс давление а мы сразу установим калорий посмотрю за сколько время сжигаю сколько калорий стройки начнем стройки руки на руль что пульс давление сразу сердечко на экране появилось поехали крутим крутит педали крутим есть так около седла еще вот такие ручки есть вот так можно крутить нет вот так удобнее вот так неудобно чем вот так сгорбиться и спине легче это правда крутим 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 я теперь все с этой комнате тренажер уберу и нашу спальню а почему потому в этой единственной нашей комнате нету телевизора а там телевизор все равно когда свободное время лежа смотрим телек фильм а это седла села на тренажер крути педаль и фильм смотри ба и правда все сегодняшнюю сегодня же мужу скажу перенеси в спальню или гостиной большинство гостиной же находится днем дистанция это четыре километра типа уже я прошла и калорий 61 калорий уже нет что-то уже интересно стало мне что же я походила эти почти две недели мимо нет так неудобно мне вот так удобно не сидит нет так горбиться не к спине тяжело вот так всего недолго крутить не буду сразу резко минут 10 только начну иначе может что-то над ней с и испытать свою спину спину как дается это счастье вроде ничего все хватит больше не буду смешно конечно вышло 66 калорий это надо сколько крутите какую нагрузку я все даже за 10 минут я себя в поту вся мокрая ручеек по спине но это полезный ручеек вот сейчас занимаюсь уборкой все эти обои собираем в один пакет вот принципе уже на финише на сегодня я имею ввиду соберем все эти огонь и помою я полы и все на сегодня считай фартук разобрали и огонь и все что моя сладкая молодец умница умница давай подпитаем покажи маме как надо убираться вот так вот выглядит наша детская комната теперь полный склад смотрите детскую полку мы заняли под кухонные принадлежности которые нужны мне именно сейчас для готовки сейчас я кашу готовила рисовую мы ее уже съели кастрюлька пустая мы уже позавтракали и выбираем сейчас из дома ребенка отвозим родителям игоря а сами поедем в икею в икею мы поедем за елочкой из моего видео вы наверное видели что мне очень очень понравилась икеевская елочка такая не слишком пушистая высокая не занимает много места и вот мы решили с ней за ней съездить давайте покажу как я выгляжу сразу я в таких своих вельветовых штанишках потому что они тепленькие хорошо как раз зимой и вот такой вот свитер шерстяной он такой колючий на самом деле когда я покупала я думала ему простирну и он будет не боль не будет больше колючим но к сожалению он остался колючим и его дело вот с такой вот водолазочкой такая у меня есть водолазочка хлопковая и у него очень такой красивый воротничок у меня есть и он такой как хорошо подходит под этот аутфит мне кажется вот такой коричневый как раз и как это комбинируется со штанами в общем мои вон уже готовы в куртках я тоже надеваю куртку на волосы не обращайте внимание это такое у меня бывает если я с мокрой головой ложусь спать черти что ну что есть то есть нашу кухню спальню вам показала до сладкий да да едем папа тоже вы уедет да я сейчас решила чуток подкраситься а то вышли из дома как проснулись позавтракали поехали сейчас нанесу тушь и карандаш хотя бы для бровей ну что стало похоже на человека на давайте вместе прогуляемся по икеи икею я уже как много раз говорила обожаю мне кажется если я даже там ничего не куплю все равно вернусь довольны хотя бы тем что просто смотрела глазела впитывала всякие идеи дизайнерские а дизайнерских идей кстати там полным-полно хватает на любой вкус и максимальные шикарные минимальные модерн все там найдешь сейчас вот гуляем смотрим я видео конечно поставила на ускорение дабы вам не надо есть в принципе понятно да и кажется каждый уже бывал в икее сейчас вот мы ходим среди игрушек детских смотрели что него для ребенка но ничего чудо не приглянулась купили только полотенца после душа после ванной для нее потому что детские у нее уже малые выросла уже из них полотенец кстати вот хочу сказать картины мне понравились сезоне вот особенно вот эти уцелениями вообще шикарные мне кажется очень мило смотрится эту гуляю снимала так старалась чтобы лица посетителей не снимать чтобы их не смущать поэтому проходила быстро чтобы не мешать людям смотрите подошли мы к елочкам все елки на скидках но та которая нам именно нравится и по размеру поэтому на скидке с завтрашнего дня но как такое может быть лучше бы он этого не говорил услуг хочу показать цены германии на живые елки размер вот 110 150 16 евро а что уже выше 126 евро достаточно дорого скажите для елки которая стоит пару недель вот такие вот елочки короче купили мы елку и у нас никак не без переключений как говорится да я же вам говорила предыдущих кадров что нам а я нравится елка одна мы специально принципе за нее и приехали но она единственная не с вычеркнутой ценой на других прям вычеркнутая цена и красным написано новая цена почти 50 процентов ниже на вот на именно наши елки обычная цена я подошла к информационному этому пункту говорю может быть говорю просто не написали гору потому что все елки уцененные а это елка не уцененные кстати мы поехали не зная то что они уценены мы поехали как бы покупать по обычной цене но приятнее же да когда они уценены он говорит ну если так написано значит так написано здесь ничего не там горну горы посмотрите пожалуйста у себя в компьютере гору может все-таки не написали в компьютере посмотрел он говорит нет цена такая вот как стоит без скидки но с завтрашнего дня будет со скидкой я такая думаю блин лучше бы он этого не говорил знаете как обидно же покупать что-то это и знаю что она завтра будет на 50 процентов дешевле выгоднее и я уже начала сомневаться думаю а может тогда другую взять та которая со скидкой на 40 евро она стоила думаю но она мне не особо нравилась ну честно скажем на мне цена больше нравилось игорь говорит ну возьми уж горту который мы приехали который тебе нравится и все лишь чем бы покупать то что тебе не особо нравится ну ладно давай купим там на кассе была девушка я решила у этой девушки опять же спросить говорю так и так все елки уцененные говорю вот единственное наше не уцененное гру может все таки это ошибка просто забыли уценить и и она посмотрела пробила нет-нет это говорит это тоже горту цененное это гор тоже 50 процент скидка горит на нее как как можно сидеть блин на информационном пункте и вот такую ошибку соблюдать то есть этот человек некомпетентен своей работе из-за него я чуть ли не купила то что мне не особо нравится даже дороже мне бы обошлось потому что сейчас со скидкой не это елка обошлась 30 евро а то со скидкой было бы 40 но она мне не нравилось то есть я бы купила за дороже но то что мне не нравится хотя оказывается то что мне нравится тоже на скидке вот это я не понимаю вы знаете я вот в медицине работаю и вот представляете у меня пациент что-нибудь спросит а вот такой материал мне для фулюмга для пломбы возьмете и да я отвечу тяп-ляп вот скажу там что мне в голову придет то я и скажу как вот человек если своей профессии сидит как он некомпетентен в этом деле тем более он не просто кассир а в информационном пункте работает кстати хочу сказать так непривычно сидеть впереди на месте пассажира то есть я уже полтора года езжу сзади либо если одна то впереди за рулем а если с ребенком мы едем то я сзади полтора года уже вообще непривычно сидеть спереди и не руководить рулю скажем так и вообще непривычно без ребенка что-то делать крайне редко где-то оставляем крайне мне кажется это второй раз за полтора года чтобы ее оставили вообще как-то скучно в машине не знаю даже по магазину ходить не скучно честно говоря ребенка я съездила уже забрала у нас сейчас без 10 9 и будем садиться кушать мама игоря мама передала покушать нам еды картошку по-французски пирог с мясом и картошкой да доча ням ням да ням ням такие вот кузняшки нам передали сейчас сядем и кушать будем ужинать да мадам уже начала кушать вон я открыла ням ням да кушаешь вкусно картошку с мяса сколько сейчас будем садиться ну ты же уже начала кушай ее нанесла вечерний ход маску вокруг глаз и на лицо тыквенная маска сейчас смотрели с мужем передачу на самом деле и на самом деле я в ужасе тема такая домоработница развлачает звездных хозяевов вышла там девчонка двадцатилетние и рассказывает так жалобно что объезжает всякой сядчины там наговорила ну дай-ка досмотрю оказывается еще на днях она в инстаграм прибыли вера вышла из их не ванной комнаты что обижают убивают помогите там по своим подписчикам обращается а за ванной комнаты она же дверь запрет заперта хозяйка то уже там мат перемат открывает а думаю все надо посмотреть передачу она выслушала и здесь вышла хозяйка но отказывается девчушка когда у старца на работу эту дворцу там жили двое мужчин звезды она видимо себя почувствовать этого хозяйка что ли уже пока работала и здесь из одних мужчин появился женщина любовница женщина прямо жить начала в этой дворце так скажем это видимо ревность появилась и она начала козни строить еще козни какие а женщина начала замечать этой козни и она решила даже в тайне от своего любимого мужчины установить камеры во всему доме и что вы там увидели ужас ужас представляете это девчу что вытворяла она купалась в это их не бассейн и который полы воду мыла и выливала это бассейн тряпкой полы мыла которые тоже там полоскала ладно это проходящие а дальнейшем меня чуть не вырвала когда это увидела представляете она что вытворяла их не зубными щетками она чистила их не унитаз я уж не чуть его действительно вот перед телевизором я чуть не вырвала а дальнейшем она же готовила еще и представляете что она готовила готовую еду которую подносила эту тарелку она плевал на эту еду прямо харкала на эту тарелку ну как так надо быть своим относиться работать работателю хоть по какой бы ни был богатый небогатый ты осознательно пришла работать на это и зарплата у нее было сто двадцать тысяч здесь самарской области никакой роботеки мужчина такой зарплату не найдет это сто двадцать до тяжелой работу угодить человеку убраться везде тяжелая работа я ничего не говорю но тоже оплачивать да еще и представлялся гостиная комната она у них жила там и кушала там же и и так надо было отнестись я в ужасе это отблагодарила своих работателей таким плевком суп и на самом деле куда катится этот мир двадцатилетние уже такими мозгами что ненавидит людей и что-то надо гадить они что-то лучшее в этом мире творить и создавать я конечно шоке было я не завидую этой звездным козьи вам наплевали вам ну у меня сейчас выживет